всем привет с вами андрей или же иной и мы продолжаем проходить бикон пайнс в прошлой серии наши друзья товарищи провели просто гениальную операцию по проникновению во вражеское логово подмена подлог всякие махинации с электричеством просто прошли через лабиринт спасли мать нашей бэки пробрались в самый секретный кабинета босса с помощью него тоже открывали ключи наткнулись на соломона который приятель случайно тоже попал сюда но это наш главный герой так думать мы-то знаем что соломона да и есть самый главный злодей но притворяется дурачком как будто бы ничего не делает и такой ждем пока придут наши друзья товарищи тогда обсудим план побега но я боюсь что вот когда я начну рассматривать все вот эти вещи как он сказал давайте посмотрим осмотримся я пойму что что он это не он что он это злодей мы посмотрим на алкоголь для начала злостность 80 точно виски жесткий напиток для жестких мужиков ха даже алкоголь тут выпендрежный сам он там пробурчал что-то надо бы тебя прямо сейчас загасить что там я сказал что я не должен тебя беспокоить прямо сейчас да не расслабь не перечайся ты ты же не меня не не беспокоишь совершенно слома такой-то мне реально жаль что тебя во все это заманила соломон тебе не нужно беспокоиться обо мне беспокоиться лучше о себе ну мне все равно печально кого мы тебя вытащим отсюда я обещаю такой с улыбочкой такой криповенькой сломан улыбнулся такой типа ну да спасибо конечно очень надо ну-ка что тут на кнопочках есть дай-ка посмотрим что еще тут есть на этом пульте управления опа опа система безопасности логи временные пароли ты знаешь для того кто должен быть таким злодеем этот парень реально скучный сам он снова прошептал под своим подносом ты просто подожди а а ничего соломон так ну стол оставим напоследок лога заглянул во всякие полочки что там есть все заперты там должно быть хорошие вещи они все закрыты возможно он не такой безнадежный как ты думал соломон не оправдывайся я знаю стульк то подкладываешь книжки не просто так а потому что ты любишь на них сидеть взрослому книги под стулья подкладывать не бессмысленно похоже основатель помогал керу планирует фестиваль почему такой секретный лидер был так озабочен этой вечериночкой только время скажет лука поднес свою руку к следу из пепла все еще тепленький он должно быть здесь был недавно то есть он что еще и курил маленький но курит ух ты злодей какой поэтому ты не вырастешь большим если тебе зелень не дать опа они услышали шум множество ног в коридоре опа влетают закрой 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 закрыто это было близко когда мы покинули офис Нелли до нас набросилась целая куча опросников мы еле-еле сбежали они следовали за вами очевидно да Рола прежде чем ты начнешь там обвинять всех подряд кто там возможно что кто-то заказал пиццу мы бы очень хотели услышать ваши мысли нет это точно опросники по-любому не пицца что теперь не смотрите на меня я официально верну отказываюсь от воровских бизнесов мы так сильно извиняемся за неудобства у нас просто несколько вопросиков осталось дай мне немножко подумать можно кто-нибудь присмотреться за дверью конечно ах блин он же сейчас что-то там замыслит пока мы будем общаться он по-любому скажет опросник типа лезьте там туда-то сюда-то или там откроет им вообще хм ребят давайте собираемся обсудить надо оп опачки ну да очевидно я полагаю это маленький маскарад продлился достаточно долго соломон нет успокойся дитя взрослые разговаривают доктор модвилл быстренькое представление необходимо мы никогда не встречались лично но мы общались по сети понимаете это я нанял вас соломон этот глупенький дитя сирота мощный и в вас сильный основатель шарпер упавший владелец этого основателя города перенял хорвест валентайн фертилайзер все это соединяется единственной ниточкой полностью мое но это ее глаза заметались по полу в мыслях само так сказать ждал с нетерпением ожидая когда у нее появится понимание с отвратительным взглядом она взглянула в его душу ха да теперь ты понимаешь видимо ты подвергся этой штуке только как работает что омолаживает пока мы только видели когда вещь стареет а вот как омолаживающая вещь или ты когда что-то плохое сделал и благодаря этому смог откинуть себе несколько лет темпус ликвимайн ты открыл как развернуть процесс обратно саломон похлопал с радостной улыбочкой молодец молодец очень хорошо очень я прям угадал что сказать очень хорошо доктор модуил очень хорошо хотя открытие не было так сказать специально сделано саломон саломон взглянул вниз изучая свою молодую форму и эффект продолжается уж слишком долго для моих для моего вкуса вот почему тебе нужно чтобы я закончила работу доктора прескота которую ты и закончила к счастью мистер кир мистер кир зельюшка пожалуйста кир представил его с театриальным жестом в руке ля 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 зацени могу я представить вам восьмое чудо сейчас кто-то подскочит и по руке ему даст прежде чем он мог закончить ролл выхватил бутылку из руки кира надо ха вау эта штука выглядит очень ценной будь осторожен ты дурак ты не представляешь что у тебя в руке на самом деле мы представляем ты же только что сделал злостный диалог злодея об этом ролл без проблем кинул его бутылочку к луке хоп нифига себе ты ролл жесткий может быть мне стоит попробовать лука помахала бутылочкой раздражающе такой схватить их лука сюда на на сейчас разобьют двинетесь на шажочек и я размажу это она держала его крепко за своей спиной опа не видно с луком с вздохнул говоря таким аккуратненьким нежным голосом у тебя никакого плана я раздавлю его я клянусь отлично рискни убивите нас всех или если тысячи если тебе повезло ничего не случится тогда что мы схватим вас и гораздо меньше будем с вами церемониться он такой улыбнулся такой с добротой но я могу похляться если ты отдашь мне это прямо сейчас никто из вас не пострадает но по факту он да он скажет типа я просто повелитель этого мира чем не с вами вы мне больше ничего не сделаете там он нас может спокойно отпустить потому что ну в любом случае мы просто знаем парочку лишних секретов как и вот мистер миссис доктор модвилл хотя хотя конечно кого то они убивали так что тут дела темные глубокое сомнение пронеслось по лицу бэки ты же умная девочка бэка но никакого стыда нет что тебя обхитрили тот кто умнее тебя мы оба знаем что только один способ закончить это все она посмотрела на нелли в страхе с отчаянным кивком нелли вздохнула в поражении нелли уже сдается но дети дети не сдаются они потому что все таки не только умные но еще немножечко упрямые а поэтому они не сдаются да или она скажет лука скажи мне что то я такой скажу дай мне я выпью бэка медленно приблизилась к соломону хорошая девочка бэка не делай этого мы не можем доверять этому придурку прости он прав с этим бэка сдалась оп и отдала им а может быть она успела там поменять зелье на какое-нибудь другое вдруг за спину то она не просто так закинула хотя конечно мы тут все видели ничего такого не видели но но хотелось бы верить что бэка круче нас всех и смогла нацедить жидкости интересно вот в этой временной линии она уже себе волосы подтемнела по-моему было такое да то есть это временная линия когда мы видели когда тут бесконтрольное старение соломон помстил бутылочку карманчика и смахнул пылинку со своего плеча таким движением мистер кера ты позволил чтобы с тобой так плохо обращались группа детишек отчитайся завтра в офисе о том что как ты не хорошо выступаешь кровь ушла из лица кера побледнел пацан конечно сэр но сперва тебе нужно речь про рассказать выйди как говорится к городу и представив нас представь меня городу то как я должен быть которое заслуживаю представление блин но мы же с бабушкой тогда нифига не сделали бабушка сейчас может взять заморозить потому что именно во время речи она устраивать свой собственный теракт если только она не начала паниковать по поводу пропавшего луки хотя все очень плохо может закончиться и не забудь улыбаться да сэр конечно сэр и если подумать все это благодаря усилиям мистера ван хорна я не понимаю как это все из-за меня ха я сказал это мистер ван хорн глупое дитя доктор валд ван хорн ты про моего папаню который видимо свою жизнь отдал чтобы ты это с тобой вот это произошло твой отец всегда был в рецепт в печенках у меня сидел я предложил ему стать возможность стать чего-то великого но этот дурак думал только о правильных вещах он даже ворвался в мою лабораторию в попытке разрушить мою работу в целом потряс своей головой в непонимании но вселенная у вселенной есть забавный способ корректировать свой курс вмешиваясь в силу которую не понимал уолт показал мне ее настоящий потенциал ага а вот моя мама которая притворяется бабушкой сейчас взорвет ваш источник тоже не понимая силу с которой она и тогда все пострадают благодаря вот этому воротам судьбы лука то что твой отец погиб дало мне бесконечную жизнь секундная пауза там резонировала сквозь стены а а ну что ж блин там хлопают хлопают вот эти кер уже там говорит говорит сейчас этот выскочит и мы все замерзнем и либо бабушка ворвется и отпинает нас всех как что произойдет это мой знак мне до выходить после фестиваля и моего короткого так сказать отбытия я вернусь чтобы разобраться с вами со всеми до тех пор я советую вам использовать это время чтобы подумать о своем провале вы трое поставьте стражи на возле двери то есть нас прям в коридоре будет держать и заперли здесь в главном ну что ж фигово но тут же у меня есть мегапульт вы думаете я не смогу с мегапультом что-то сделать ну что ролла я могу не могу поверить что бека нас продала я не уверен что у ней был какой-то выбор итак что теперь какой план у меня нет плана у конец конечно же у тебя есть у тебя всегда есть план ролла тебе просто надо немножко времени ролла это конец мы проиграли фиговенько на уставилась на пол на пол глубоко в мыслях прости лука дай мне минуту чтобы успокоиться немножко ну ладненько ну чтобы это есть что сказать в оправдании ну хотя кого тебя тут надавил такой жесткий пацан соломон жесткий туда хотел спасти нас всех эй прости лука я сделал то что сделала я новое то просто мы были так близки у меня есть чувство что в конце концов соломон получит то что он заслуживает время лечит все проблемы ну похоже что время меньше проблема для него сейчас тебя появилась как эта идея что там напоить его к нему яблочным сиропом и он так постареет обратно нейтрализуется эффект лука есть кое-что что ты должен знать после того как мистер кир запер меня в этом офисе у меня не было ничего кроме время и любопытство я там немножко потыкалась то есть найти какой-то способ чтобы сбежать но и нашла кое-что другое заметку спрятанная фальшивом полке какая еще записка доктор прескот должно быть чувствовал что его время в перенал хорвести заканчивалась так что наставил после себя письмо с надежды что он куда-нибудь найдет его наследник который займет его место это было в каком-то роде садов конфессия сознание он оставил его для меня но его содержимое я думаю лука я думаю что его она значит должно было быть для тебя почему все ты это решила это было насчет инцидента с твоей мамой доктор прескот нашел ее в своей лаборатории с украденной ключевой картой и там был несчастный случай она попала под влияние большого количества темпуса ликвамина лука побледнел она что она она что умерла она выжила доктора прескот решил помочь ей восстановиться он больше не доверял перенал хорвесту так что он держал ее нахождение в секрете через время твоя мама позволила ему понять цель научного из открытия наука это частенько атакующие изменения всякие разные но это не значит что эти изменения всегда правильные он понял что никто не должен быть контролировать что-то настолько мощное как время само теперь я понимаю что он поэтому решил умышленно саботировать свою собственную работу и это стоило ему его жизни но это логичное заключение и тут к был тоже такой намек что наша бабушка на самом деле наша мама то что бабушка то померла уже давным-давно и даже некролог в газете есть но мама притворяется бабушка и живет живет и работает как агент номер 7 вот я просто каждую секунду жду что нас заморозит от взрыва лука был переполнен эмоциями но если она жива где она все это время было где она сейчас а вот она и пришла внезапный взрыв раздался в коридоре то есть бабушка пришла ворвалась просто ворвалась глава 8 ну что такое не знаю уши все еще звенели бабушка подняла себя с земли сквозь пыль и дым она посмотрела чтобы видеть мистера фратели помогающему хираму то ли веру на его ноги то есть бабушка пошла в смысле если она там с кем-то взаимодействовала то наверняка и кто-то сказал что твои детишки что-то там жестко планируют пенировал хорвест такая блин надо переносить операцию и решила тоже ворваться просто стену разнести вздома так ей пришлось через много пройти чтобы украсть там и эти взрывчатки как много ночей она провела представляя как она использует их чтобы сделать вещи правильно и теперь ее единственный шанс уничтожить источник эту чертову дыру которая поглотила так много ее жизни все это исчезло ну да типа она взорвала не ради источника видимо ради сына но ты единственно ради чего стоило взрывать обменяла все это ради небольшой дыры в стене ради попытки спасти ролла с фротели это ли вера как бы на ее стороне она прошла внутрь это было странное чувство последний раз когда она гуляла по этому лабиринту коридоров это было в совершенно другом теле они быстро завернули за угол и нашли группу опросников защищающих дверь что-то что стоит защищать это что-то что явно любопытно посмотреть она прыгнула вперед выставляя свою трость если ее последний шанс отомстить за вещи которые она потеряли потеряла исчез ну и остается только просто сражаться чтобы сохранить то что не все еще есть сейчас бабка влетит на она бам опачки хопа бабушка что ты здесь делаешь лука что ты здесь делаешь мы здесь чтобы спасти ролла а ну да ролла же как бы его похитили но в результате он же вышел оттуда но по факту домой не вернулся только к сестре он рассказал но домой видимо они все таки не возвращался и миссис лука бабушка это очень мило с вашей стороны но я в порядке он нет неужели они бабушка нет времени объяснять нам нужно уходить давайте ребята у нас там вечеринка которую нужно разрушить они выскочили из глубин перенела харвеста как раз под конец речи соломона к счастью мы можем откинуть всякие формальности отныне и впредь соломон вытащил стеклянную жидкость бутылочку из своего карманщика нам нужно остановить его одним легким движением он поглотил его триумфальная улыбочка по перенеслась по лицу соломона нет я все еще надеюсь что бека подменила ему бутылки она штамм химик она по-любому могла утащить с собой лишнее что-нибудь ну полагаю вот оно мы проиграли ага бека давай я бы не была так уверена с такой хитренькой улыбочкой бека пнула луку локтем я я помню помните когда у меня была бутылочка за моей спиной я помню я сразу подозрел что-то тут нечисто я возможно немножечко как лица кое-что добавила в это чудесное зелье немножечко мусором изменением злостностью у меня целых три варианта у это что же тут да предположим мусора туда сейчас вырастет но не совсем здоровым да не могу поверить как он будет выглядеть на его лице да поймет что он выпил свой собственный сигарный пепел точно там же она была за столом и там был сигарный пепел а как пепел попал в его бутылку это было довольно легко по взаимодействует с бутылочкой когда она была за моей спиной ох это довольно ловко ну это моя плохая привычка по всегда говорит плохие привычки это как цель за 50 ярдов сложно пнуть сложно пнуть мячик на 50 ярдов видимо в этом плане вы все можете называть мечта поля такой шарпер валентайн его тело и лицо начали меняться как он исчез в зеленом дыму и что с тобой станет повлияет ли пепел на как-то на тебя или нет вот в чем вопрос опачки не особо повлияло нифига себе это что за танос такой жесть какая что ж это реально жесткая метод нифига себе когда остатки от того что остался шарпина валентайна растворилась в воздухе толпа начала расходиться все еще непонятно только от того что она приняла шарпи валентайн ему был конец навсегда его конец будет к новым началом для бекон пайнс новый шанс за то чтобы отпустить вещи которые они потеряли и схватиться новые будучи конец но конечно я бы не сказал это счастливым концом просто взяли и грохнули пацана ну конечно он как бы козел злодея но блин кому-то жестоко слишком ну я бы соврала если бы сказала что это довольно жестоко если тебе кажется что-то хорошая нота чтобы закончить я не буду стоять на твоем пути дака мы все-таки выберем что-то еще изменение изменение может быть конфетку туда кинула ну вроде как карманная мелочь твое несчастливое пение а у не точно ниже есть несчастливое пение на его туда монетку кинула немножко меди не повредит не повредит да да я закинул ее в бутылку когда никто не смотрел и что это сделает никакой идеи это в этом есть красота науки теперь мы наблюдаем теперь вы можете все назвать меня шарпер валентайн так он начал там меняться что с тобой станет сейчас крошка черт он младенец да но он все еще шарпер ведь правильно то чем он был больше не важно это невинное дитя я извиняюсь за весь вред который моя семья мой отец причинил вам наследница подобрала этого кричащего ребенка она посмотрела на своего брата ее голос дрожал в сомнениях август что мы теперь будем делать мы делаем будем делать то что валентайна всегда делали то что должны делать я потороплюсь домой и подготовлю спаленку для отца для маля молодого шарпера это было бы очень большая помощь спасибо тебе она посмотрела на младенца и в ее глазах был одновременно и ужас и доброта помахав головой наследница обратилась к толпе таким строгим речи и так все шоу закончено вы все можете расходиться сейчас эпилог биконс пайн самое холодное лето в записях прошло и закончилась без особых фанфар ребята там делились тем что у них было и ничего не осталось новый школьный год приближался и там уже осень после так всего очи что лука ролла и бека прошли средняя школа была терпелива так нормально холод зимы не особо людей беспокоил они у них теплилась в сердечке надежда за лучшее будущее в их сердцах когда весна прибыла фермеры начали сажать свои растения с надеждой с чувством радости и оптимизма и когда закат первого дня летний лето снова за пришел легкий свет медленно распространился через эту долину он пробрался через городской двор через речку прошел через мимо таблички приветственный и как говорится дошел до маленького паренька спящего на закате его разум спокойствие он знает что он здесь по причине так 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 ну что пилок кстати если теперь все хороши то может быть они смогли сделать лекарство для ролла лекарство до моей мамы со временем эленор начала переносить старые вещи болта из шкафа в хранилище эленор переехала обратно в свою спальню и теперь поскольку ей не приходилось украсться по ночам по всяким разным темным делам она даже спала большинство ночей так элла нора блин они не сделали тебе лекарства я-то надеялся что делают мама я готов уйти ну ты иди без меня я встречусь с тобой там мне нужно тут целую кучу варенья приготовить это забавно я начала делать варенье только как способ посылать сообщения чтобы никто не замечал но теперь и я наслаждаюсь этим хорошо я собираюсь сказать привет спирала ролла встретиться с ролла в доме здесь что нибудь мне интересно надо будет потом попробовать что будет если злости туда там подсыпать так могилы тут больше не до могилы перенесли интересно теперь источник доступен всем о цветочки сажают растения неплохо я слышала что у тебя и ролла большие планы на ваш маленький дом на день на деревьях да там довольно тесно становилось после как мы когда мы решили что максимальная емкость 1 ролла 1 лука это правило надо бы передумать так что мы решили расшириться но как минимум у нас есть и помощь с этим как насчет подработка в магазине на ли и он и происходит нормально хорошо я надеюсь что это поможет мне попасть в школу садоводства штате также нова сказала что напишет рекомендательное письмо которое было бы очень помогло мне я просто не могу не переживать если что оставлю ролла здесь он так быстро вырос но все еще мой маленький глупый братец ну да он такой вырос быстро я имею виду не просто буквально вырос этим утром он встал и закончил все свои дела прежде чем я даже позавтракала ну возможно части этого его возбуждение о том что новые постройки в доме на деревьях не говори ему это потому что я это по-любому ему в голову ударит но я очень горжусь этим маленьким негодником я уверен что он чувствует себя также но он слишком горд чтобы сказать это тебе я знаю лопата мэр тоже мэр тут прям сажайте и сажайте и гус как с посадкой деревьев происходит могло быть и получше я благодарен и они и нелли за то что они помогают позволяет мне помочь я просто не не подхожу что быть мэром слишком много бюрократии гус мы закончили очищать дорожки что дальше когда перенял harvest разрушилась большинство аспросников вышли ушли из города но некоторые остались и посвятили себя тому чтобы делать вещи правильно кто угодно с чувством искусства может помочь разукрашивать новые офисы ты можешь рассчитывать на нас ну что ж выглядит что ты нашел свое предназначение я никогда не чувствовал себя комфортабельно говорят людям что надо делать но теперь прям я чувствую себя хорошо вот это правильно это что-то чем я могу гордиться мистер свин я все еще могу клёво стоять быть крутым как там утренний сон самая недооцененная часть хорошего сна это вид и вид становится зеленее каждый день круто я вижу вы решили остановились на имени да нам пришлось убрать все старые вещи прежде чем закончить эти финальные штучку медленные грязные грязные урожай теперь официальный мне нравится это это было на самом деле идея нали тут все еще куча работы и имя напоминает нам как напоминатель просто потому что прогресс важен не значит что изменение должно случаться быстро по факту я научилась что чем больше ты о чем-то заботишься тем важнее чтобы вещи шли медленно наша как бы речь двигайся медленно и чини вещи аминь к этому ну мистер там до свинья двигаться медленно ну что медленный и грязный урожай лучше меня отвлекаться надо идти в дом на деревьях ладно ладно лука зацени я смог выловить настоящую рыбу этим утром серьезно ага и честно она прям такая прям ловкая сплавает все рыба я не думаю что я когда-либо ловил здесь настоящую рыбу ха было как минимум семь лет с тех пор как я поймал одну говоря думаю это хорошее предназнаменование что ты сделал с этой рыбой о я отпустил ее обратно в пруд я надеюсь поймать ее завтра снова блин неплохо интересно у меня появились какие-нибудь новые слова для по-моему нет до новых слов у меня не появилась где-то я пропустил видимо эту штучку ну ладно или меня в конце дадут ох кучит немножко повыше еп в блин немножко пониже и еп немножко повыше и еп эти говорю угол просто не главная проблема нам нужно больше мощности в радио бэка где-то бэка лука вот ты где может ему сказать что это не проблема в углу эй я не главный в редизайне антенне хорошо хорошо и ги просто не делал ничего такого страшного пока мы не вернемся кто я а тише ты главное пока меня нет еп они же будут в порядке правда это будет все хорошо если мы действительно хотим чтобы миссия контрол стала во что-то больше и лучше нам нужно как говорится позволить людям управлять самим собой ты прав веди так встретиться с бэкой я думаю надо чуть чуть пониже как у нас тут тут все так же можно отдыхать ракета ну да тут для пяти детишек максимально тесно ну что ж бэка где-то там где-то там как маленький соломон молодой мистер ван хорн как маленький соломон шарпер делает молодой шарпер вроде как наслаждается природой больше чем я так что мы много гуляем последние дни был ли он ну ты знаешь попытался вырваться из своих подгузников и планировал мировое господство ну да к счастью нет я поговорила очень много с доктором мадвиллом и она думает что младенческий мозг шарпера был недостаточно развит чтобы сохранить все его прошлые воспоминания так что ребенок скорее всего невинен будем надеяться что он будет гораздо милее во второй раз да это наша цель да но все что я могу это пытаться и надеяться две активности которые я не особо кстати развита но я думаю у тебя хорошо получается и весь город готов помочь как бы мы не могли я не могу дождаться научить его как бросать бейсбольный мячик наследница попыталась со всех сил чтобы игнорировать слезы наполняющие глаза это было бы приемлемо так и наша тетя крокотил которая читает спойлеры он посмотрел на своих друзей с благодарной улыбкой и после всего этого после всего что могло пойти не так все что пошло не так мы сделали это конец закрывая глаза мисс хатч сделала глубокий расслабляющий выдох о привет лука как ты довольно хорошо на самом деле это чудесно я что не пропустила а я думаю ты довольно в порядке так где у нас бэка здесь конечно же здесь нету бэки но мы поговорим со всеми лука хочешь без бискотти один за счет заведения у меня на самом деле нет времени зриэль тебе нужно зайти посмотреть на это я наконец-таки сделал это я сделал идеальное эспрессо ау если бы я не знал лучше я бы думал что ты гордишься чем-то если бы я нет слишком поздно ты теперь официальный человек который переживает о кофе который он сделал что ж ему раньше было пофиг теперь ему не пофиг так кстати посмотрим на арбузик так ты кто такой что пришел за добавочкой если не проблема долгое время я не очень понимал что привлечение удовольствие от мороженого оно служило никакой цели только на секундочку насладить тебя и тогда оно исчезает но оно довольно вкусное пока оно длится я согласен эй лука можешь сказать Рокси что я освобожусь через часик конечно же мой мой папа заставил меня располагать полки на это лето он говорит что это закаляет характер я думаю что он имел ввиду что это строит проблемы это строит характер персонажа силы да это что-то строит по-любому лука могу я заинтересовать тебя этим вкусненьким яблочком он игриво помахал яблочком нет спасибо просто зашел сказать привет ну что ж привет тогда можно сказать своей маме что нам нужна новая порция варенья уже это забавно я использовал раньше его чтобы прятать всякие посылки там в ужасе что кто-то найдет наш секрет секретные посылки а теперь все хотят попробуйте этот вкуснейший вареницы элеоноры ванхорн давай 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 лопай уже год зреешь арбуз сколько можно видимо не судьба ну что мистер репортажи что в сегодняшних новостях я дам тебе завтрашний заголовок сегодня наш старый друг Патрик Монтик АК Вильям Кер только что выступал Вайсман Камять в стате коррекционной фасилити то есть его там арестовали что ли я слышал что там не было сухого глаза в этом доме а нет наоборот представил что-то выступил и там все просто плакали аплодировали его ну что ж я полагаю у него было куча времени чтобы поработать в его искусстве ну что ж мистер Кер он такой работал неплохо ну да он как там у тебя я глад что ты зашел еще больше последовательных вопросов для твоей истории нет у меня все что мне нужно спасибо за это снова я отправлю посылку об этой истории к репортеру в капитальный город и они предложили мне подработку конечно же они предложили ты замечательный репортер я не уверен насчет этого история о какой-то злостной корпорации которая захватила целый город людей и заставила их прикрывать массивные нелегальные выработки подземные которая наполнена невероятной химической вещи эта история сама в себя напишет если ты подумаешь об этом просто не забудь нас когда ты станешь богатым и крутым в большом городе репортером большого города ммм столица не так уж и далеко отсюда я буду возвращаться сюда время от времени чтобы проверять и посмотреть какие новые у вас проблемы случаются ммм не хочу тебя разочаровать но мое время приключений закончилось ха мы оба знаем что это неправда что заставляете это говорить называй это интуиция репортера хм о еще один опросник поговорим не особо он хочет говорить мистер фрателли улыбалась такой сияющей улыбкой а это что твой чемоданчик это в две недели не как говорится расслабона извините меня можете заказ две недели песка мигрантов а маргаритов а маргаритов и забытых обязанностей извините меня я бы очень хотел заказать заказ мистер фрателли вздохнула с такой с расслабленным лицом как только завтрак закончится я буду перышком на ветру ты отправляешься в отпуск впервые за года и мне нужно поговорить тебя и твою маму за это почему это она тебе еще не сказала вы двое будете заниматься этой работой вместо меня пока не будет как в старые добрые времена это нормально я подожду блин вот это новости конечно оказывается придется работать здесь как бы ролла проблема деньги конечно потекут рекой но в то же время и проблемы потекут рекой нужно будет работать джоов там о о о нифига себе кроликов то сколько оказывается тут так сперва в библиотеку зайдем я со всеми поговорю за школьный год Када и Бер стали близкими друзьями но слушай ты знаешь что когда они прикрыли источник они открыли новый вид грибочков да и они исследуют их в новых лабораториях ты знал что бикон пайнс теперь самый маленький город в стране да популяция снизилась с прежде чем пенел хоррес заехала это обычно происходило вот так вот некоторое время стояли и общались что у тебя я не могу поверить что это конец да город реально начинает жить новой жизнью город я говорю о Ханке Атомике я просто закончил последний номер и как оно было так же великолепно как и всегда Ханк наконец-таки вернулся на землю но я просто чувствую странно теперь ха ну странно бывает крутым это просто значит что ты готов к чему-то новому какие-нибудь советы мы можем спросить мистера Хатча по поводу того что он всегда читает похоже он реально наслаждается этим ха может быть я это сделаю слушай это мистер Хатч нет это Пайпер Лука заглянул через плечо Пайпер и там короче целая куча математических там вещей это было первый номер Ханка Атомика Пайпер ты читаешь Ханка Атомика ах ты можешь никому не говорить у меня тут как бы репутация которую нужно поддерживать ох это нечего стыдиться просто каждый ребенок в этом городе читал Ханка Атомика честно говоря я прям вдохновлен тобой радуюсь за тебя что бы я дал чтобы начать все сначала чтобы испытать это все как впервые раз ну полагаю это последствия того когда заканчиваешь что-то хорошее как минимум теперь я могу наслаждаться это через тебя обещай мне говорить мне как ты будешь двигаться конечно ну что ж вот именно в принципе прохождение игр в некотором роде являются вот таким вот когда прошел сам а потом смотришь как кто-то другой играет смотришь как он реагирует как он относится ко всем решениям тоже весьма весьма интересно рекомендую хей мистер Нанкрит я хочу сходить повидаться с моим отцом хочешь пойти со мной даже после того что я все сделал после всего что я сделал ты все еще мистер Нанкрит помахал своей головой ты действительно отец своего сына не так ли я не думаю что я готов для этого пока еще ну ты всегда можешь приходить когда угодно я готов поставить что он был с радостью услышал от тебя пару слов я навещу валта в свое собственное время ну как бы валта помер могилку его да а теперь бики пока один так в аптеку меня так и не пустили ни разу вы что там очередь позвонить маме я не понимаю джофф дикий райт ха 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 когда перенял харвест ушла транспортационные труба остались неиспользованы и там стали джофф дикая гоночка так вот то есть теперь кролики катаются заходите заходите все никто не слишком маленький никто никто не слишком большой для дикой поездки джоффа ну может быть не совсем неиспользуемый просто один кусочек конфетки за гонку своей мечты своей жизни кто следующий я я я я я ну джофф прям живет жизнью наслаждается угадай что вчера я видел династия титилус и это хорошо это великолепно я не замечал одного годами в таком темпе ммм бекон пайнт станет столицей гужуков страны хм неплохо пчелы блин вот пчелы должны шуметь вот это недоработка с их стороны раньше там он с кого подходил типа а пчел нет а теперь он должен на должен сказать что пчелы есть туда не пройти здесь все заперто ну и ладно так я там что-то видел или это просто это просто что-то после того как дурацкий сбор уничтожил их богатство и репутацию валентайны закрыли свое свой домик от остального города ну да это мы все и так знаем да как обычно там здание стоит ну что бека как дела у меня есть новости которыми я думаю вы насладитесь ммм это ты утречком я открыла свою последнюю ящичек теперь ты официально переехала целый год ей это заняло нифига себе у нее там коробочек этих это всего лишь коробка давайте не будем преувеличивать я думаю это довольно серьезно звучит для того кто впустит корни ну я решила что это место стоит того чтобы здесь пустить корни так что вы будете застряли со мной здесь на ближайшее будущее я должен тебя предупредить большинство годов не такие интересные как прошлый я думаю я справлюсь готова прежде чем мы пойдем тут немножечко сюрприза что ты там за сюрприз ну-ка ну-ка что это растение моя мама приготовила это деревья специально для тебя вам не нужно было делать этого это не только были они прям целый город приложил к этому руку мы все обязаны тебе оно должно хорошо расти в холоде старого бекон пайнси и расцвести как потеплеет это идеально то есть это дерево посадим на могиле отца потому что старое это дерево оригинальное пересадили когда ты будешь готов прими джо филдрайт в старый бекон пайнс когда я буду готов я хочу вот сейчас арбузик то попробуйте лопнуть все-таки джофф немножечко подожди просто чуть-чуть джофф 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 а это закрывшись эта штука да-да-да трактора там закрывшиеся ать-ать арбуз то уже не касаться давай ну что ж не лопается может быть это и счастье арбузы надежные и прочные и в принципе я готов я готов ехать со всеми поговорил так что джофф довези меня ах заходите теперь это реально хорошее вглище дерево то что это особый случай все такое поездка за счет заведения так что держись покрепче за это маленькое дерево поехали и вот я думаю вот оно конец которого я так ждала честно я даже начала терять надежду найти его когда-либо но вот ты пришел я не знаю как мне отблагодарить тебя это сложно объяснить как много это все значит для меня это забавно теперь как на как наше время вместе заканчивается у меня нет слов давайте просто смотреть конец вместе готово хорошее маленькое дерево лучшее маленькое дерево спасибо дети это очень много значит да спасибо за все ха да не парься ты я сделал только то что супер потрясающий лучший приятель сделал бы ну наверное надо бы дать тебе время наедине побыть тебе нормально? да у меня все хорошо это был дикий год как ты чувствуешь себя? все продолжают меня это спрашивать я нормально серьезно повсегда говорил что единственная вещь которая помещается меньше чем фида это клеточка а я чувствую себя как крутая клеточка ну если ты когда-то прекратишь себя чувствовать как клеточка я здесь ради тебя я знаю тебе даже не нужно так говорить вы двое прям хорошие друзья извините мы теперь трио еп я спасибо только одна вещь отсутствует как ты часть нашей группы отсутствует? ммм позволь мне рассказать тебе маленькую историю о человеке которого называли Ханк Атомика да она же наверняка не из этого города а значит не читала наш любимый комикс этого города о боже это не будет долго мы будем ждать тебя у телефона трубы я нашел идеальный способ начать наше лето ох Рола не начинай просто не начинай у тебя хорошие друзья я так горжусь тобой твой отец так бы гордился тобой я знаю мама могу я спросить тебя вопрос тебе когда-нибудь снился папа? не ни единой ночи без этого не проходит и ты когда-нибудь боялась что ты забудешь его? забудешь как он выглядел? забудешь его голос? нет, потому что так много от него живет в тебе и он любил это старое дерево но я знаю что он бы полюбил и это еще больше потому что два его самых любимых человека посадили его я дам вам двоим минутку наедине привет папа доктор модвел что через несколько лет это место разогреется так что тут не так уж и долго будет холодно я думаю я теперь наконец-таки понял почему ты ушел той ночью когда тут вещи в которые ты веришь большие вещи эти вещи они делают тебя тем кто ты есть если бы ты не стоял против шарпера не встал бы против за то что ты веришь ты бы не был тем же самым человеком которым ты был тебе нужно идти но это не значило что ты любил нас меньше от этого я возможно не буду тебя навещать так много как раньше я знаю ты поймешь и вот и конец и мы закрыли эту замечательную книгу закрыть книгу задул свечу ну что ж вот такая вот добрая веселая игра трагическая отчаянная много-много плохих концовок было но мы заполучили свой хэппи-энд и все счастливы все довольны у всех говорится есть надежда на светлое будущее надеюсь вам понравилась эта игра так же как и мне интересно можно пролистать нельзя так что побудем со мной почитаем эти истории может быть я хочу все таки посмотреть финальный вариант зелья ну там наверно тоже с этим соломоном что-то случится и он опять помрет каким-нибудь жестким методом или ничего не случится или он там станет каким-то старичком там вариантов много один страшнее другого хм из пруда конечно я тоже не смог выловить но уж как получилось тут так вот и вышло так же подумайте о том что посмотрите какие-то другие игры на моем канале в принципе у меня их много одна одна другой краше либо плейлист первый взгляд там по первому взгляду с каждого игры скажем так если там игра стоила того то целое прохождение это выливалось то есть вы можете найти какую-то игру которая вам по душе которая именно вам нравится у Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы говорить я только тут пишу эту чертову вещь но на этом замечательной ноте мы и закончим официально уже увидели все концовочки все варианты других у меня нет странно что я не могу рыбу выловить до сих пор возможно я что-то упустил что-то такое глупая и ненадежная но но значит такова судьба моя а на этом я прощаюсь всем спасибо всем пока